Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, сегодня я вам расскажу о том, как настроить вход по отпечатку пальца для работы на фондовом рынке с помощью мобильных приложений брокеров. Я пользуюсь двумя брокерами, как вы знаете, и принципиально пользуюсь только мобильными приложениями, то есть я не устанавливаю какие-то сторонние программы, терминалы, Quick или MetaTrader. И покажу вам, как настроить эту функцию в брокере Тинькофф и в брокере Открытия. Также, друзья, напоминаю, что провожу индивидуальные инвестиционные занятия. Если вы хотите начать инвестировать, но не знаете, как это сделать, пишите мне в Telegram, ссылочка будет в описании. Ну и перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, друзья. Погнали. Ну, разумеется, для того, чтобы эта функция у вас заработала, необходимо, чтобы ваш телефон ее поддерживал. Ну, сейчас все практически даже дешевые модели этой функции наделены. Она стала очень популярна. Поэтому, друзья, ищите на задней стороне корпуса вот такую вот кнопочку, при нажатии на которую активируется функция входа через отпечаток пальца. Или читаете инструкцию вашего телефона, если эта функция предусмотрена. Тогда все окей и можно продолжать настройку. Итак, друзья, находите у себя на телефоне настройки. Ну, вот у меня, например, Android, модель Xiaomi. Ну и, в общем-то, меню Android выглядит стандартно. Здесь мы листаем, листаем, листаем и находим кнопочку блокировка и защита в разделе системы и устройства. Нажимаем на нее. И здесь, в самом верху, у нас появится такая графа управления отпечатками. Заходим туда. Для того, чтобы попасть в эту графу, необходимо будет ввести графический ключ. Ну и здесь, друзья, появятся все наши отпечатки, которые мы уже с вами сгенерировали. У меня отпечаток настроен, я его дополнительно добавлять не буду. Вам, если вы этого ранее не делали, нужно будет добавить отпечаток. Нажимаете на эту кнопочку. Ну и там вам система предложит поднести указательный палец к вот этой самой кнопочке, через которую осуществляется вход. Ну и там несколько раз его поднести, убрать, поднести, убрать. В общем, там все будет расписано, все будет понятно. После чего этот отпечаток добавляется. Ну и вы нажимаете вот эти ползунки, защита личных данных, защита приложений. То есть с помощью этой функции теперь можно индивидуально в каждом приложении организовать и настроить вход с помощью только что добавленного отпечатка. Ну давайте начнем с настройки в брокере открытия. Для этого мы открываем мобильное приложение брокера. Если у вас этот отпечаток не настроен, то для входа вам приходится вводить пин-код. Я раньше точно так же и заходил, но потом меня это все стало напрягать. Ну зачем лишний раз совершать одно и то же монотонное действие, если можно облегчить себе процесс доступа. Причем отпечаток пальца это даже более безопасно. Ну никто совершенно без вашего пальца не сможет это сделать. Поэтому, друзья, единственная задача, кому попало, пальцы не давать. Ну и хранить, чтобы его злоумышленники у вас каким-то образом не забрали. Ну шучу, конечно. Так, заходим в мобильное приложение и там нажимаем в нижнем правом углу кнопочку профиль. После этого под вашим именем появится шестереночка с настройками. Нажимаем на нее. Ну и тут все просто. Третья колоночка строка, точнее сверху. Использовать отпечаток пальца. И включаем вот эту функцию, передвигаем бегунок, после чего приложение нам предложит поднести свой палец к экрану. Видимо, она сверяет то, что у нас настроено в системе. С тем отпечатком, который мы хотим добавить, чтобы опять же это не сделал кто-то другой без вашего ведома. После того, как система убеждается в том, что эту функцию включаете именно вы. Все этот ползунок установится в таком положении, в котором он стоит сейчас у меня. И вы можете уже попробовать свой новый функционал. Для этого выходим и вновь выполняем вход в приложение брокера. И сейчас мы увидим, что для входа нам предлагается приложить палец, соответственно, со своим отпечатком. Вот, друзья, видите, коснитесь сканера отпечатков. Либо, естественно, если вы этого делать не хотите, можно внизу нажать кнопочку «Ввести пин-код». И тогда вы будете заходить через пин-код. Подношу палец. И все, друзья, вуаля. Я оказываюсь на главной странице приложения. Все работает. Давайте попробуем то же самое проделать для брокера Тинькофф. Для этого, друзья, естественно, мы заходим в приложение брокера. И в нижнем правом углу находим силуэт человечка. Такой бюст человечка с головой. Это наш личный аккаунт, личные настройки. Нажимаем на него. А здесь нам нужно переключиться на графу настройки. И там нажать на кнопочку «Вход и авторизация. Вход по отпечатку». Ну и здесь, друзья, система, в общем-то, такая же, как и в брокере открытия. Точно такой же бегунок, после включения которого. Но я точно не помню. Возможно, вам тоже придется поднести палец вот к этому сенсору. Либо не придется этого делать. И система уже сразу настроит для вас вход по отпечатку. После чего вы сможете выйти из приложения, зайти в него вновь. И для входа вам уже потребуется не вводить пин-код, а просто поднести свой отпечаток. Что важно, друзья. В приложении брокера открытия там еще двухступенчатая система защиты. Помимо того, что вы входите непосредственно в само мобильное приложение. Вот это можно сделать как с помощью пин-кода, так и с помощью отпечатка. Для совершения именно торговых операций вам еще необходимо ввести отдельный пин-код, который вы никак обойти отпечатком пальца не сможете. Этот пин-код вам предложит брокер сгенерировать, когда вы устанавливаете это приложение, ну, либо когда вы совершаете свои операции. То есть этот пин-код, друзья, в любом случае необходимо запоминать. Он четырехзначный. Для того, чтобы торговать через мобильное приложение именно в открытии, отпечаток вы можете использовать только для того, чтобы в это приложение войти. А вот что касается брокера Тинькофф, то там никаких таких дополнительных паролей и кодов доступа нет. Там мы просто входим в приложение и внутри уже работаем без каких-либо дополнительных паролей. То есть тут все попроще, но опять же, наверное, это и небезопаснее. Но главное, друзья, в этом случае не предоставлять доступ к самому приложению злоумышленникам. Ну и для этого, друзья, методы тоже, естественно, понятные. Не давайте кому попало свои пароли, не выкладывайте их, естественно, в интернет. Нет, скрывайте всю эту информацию, записывайте где-то в потайном месте, потому что на брокерском счете лежат довольно-таки крупные суммы. Если вдруг произойдет что-то неприятное, можно попробовать решить недоразумение с помощью брокера либо правоохранительных органов. Но главное, наверное, друзья, главный совет это просто стараться не попадать в такие истории для того, чтобы всякие негодяи не смогли украсть наши с вами деньги. Ну а если, друзья, вы по-прежнему еще не определились с брокером, если вы только начинаете задумываться об инвестициях, ну, друзья, тогда универсальные советы на эту тему я тоже уже давал неоднократно в своих видео. Выбирайте главным образом надежного брокера с минимальными комиссиями, с доступом к различным рынкам, к Санкт-Петербургской бирже обязательно. Естественно, чтобы брокер был функционален с точки зрения удобства, эргономичности. Ну вот я, друзья, пользуюсь брокерами Тинькофф и Открытия. Вот так вот выглядит рейтинг брокеров на сайте банки.ру по количеству активных клиентов. И мы видим, что за явным преимуществом лидирует на сегодняшний момент брокер Тинькофф. У него уже более трех миллионов счетов открыто. На втором месте Сбер, на третьем ВТБ, на четвертом БКС Брокер и замыкает пятерку брокер Открытия. Так что, друзья, если вы принимаете решение, то думайте, определяйтесь. Если вам понравился брокер Тинькофф или брокер Открытия, то можете открыть брокерский счет через мои ссылочки. Разворачивайте описание под данным видосом, там все найдете. Все, друзья, всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду вам рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Также, друзья, не забывайте, что провожу индивидуальные инвестиционные занятия. Если у вас есть вопросы по фондовому рынку, если вы не знаете, где искать на них ответы, обращайтесь ко мне в Телеграм, проведем с вами индивидуальную консультацию. Я отвечу на все-все интересующие вас вопросы, как начать, с чего начать и как не наломать дров. Это самое главное. Все, друзья, если не трудно, лайк за это видео. Хорошего вам дня, всего самого доброго. Пока-пока.